Здравствуйте. Редко здесь кого-то увидишь. Еще, блин, такой вежливый день. Мы пришли сюда людям возвестить волю Божию, которая изрекается в этой книге. Что поступая так, они ничего не наследуют, кроме огня вечного. Тут одно безумие. Как Павел пишет криминам, мужчины раздвигают похотью друг на друге, делают срам. Да, вот вы правы. А больше за другой обидно, что это дети все видят. Да. Вот за вот это. У меня у самого ребенка, я отец, я тут трое суток в маске сидел, мне достали вопросами, почему ты в маске? Я говорю, у меня ребенок болеет. Что же мне теперь? Заразить ему. Вы можете зайти на наш YouTube. У нас очень большой ресурс православный. Называется «Во свете Библии». Я иудей. Видели, да. Я говорю, я иудей. А иудей? А я думал, видели. Ну, до кого у нас все оттуда взято, от иудеев? Конечно, я знаю это все. Да. Я верю в Бога, я знаю. Я не то, что верю, я знаю, что Он есть. Я хорошо знаю. У меня привезли сюда евреи, ко мне. Понимаете, многие люди понимают так, что Бог – это какой-то, я извиняюсь, человек или существо, которое живет на небесах. Нет, в моем понимании, Бог – все, что нас окружает. Все. Это все Его рук дело. Но это не Бог, а Его рук дело. Вы правильно сказали. Его рук дело. Это все Его частица. Все, что нас окружает, это все Божие творения, Божия частица. Даже новые, которые дома, постройки – это все, все нам дал Бог. Да, поем. Изначально Он нас наградил разумом. Мы способны размышлять, определять хорошее от плохого. Начнем с этого. Ко мне привезли сюда еврея, показать, он там что-то у баптистов или где-то застрял. Мы побеседовали. Я не знаю, часа три было. Он принял православие, сейчас священником у патриарха Ильи Второго. Молодец. Да. Вот говорят, евреи все захватили, средства массовой информации, то другое. Почему вы не боретесь все время, я борюсь? А какое оружие? Любовь. В первую очередь, знаю их, не жду помочь им, где бы они ни были. Я вот сотрудничал с тюрьмою, не за деньги, просто как проповедник, 18 лет. А там все попадают, мусульмане. В первую очередь, как мой батюшка, вы меня простите, вы батюшка? Брат у меня родной священник, он на пять лет моложе меня. Он 40 лет уже в священном сане. А я щтец. Щтец. Я знаю, что это. Ну, попроще сказать, ефрейтор. И поэтому у меня свое поприще. Мне Господь позволил преподавать в разных университетах, вести занятия в милиции, в воинских частях. Это Господь так делает. И вышло у меня в книжном варианте 38 томов книг. И мы... Скажите название хоть одной книги, пожалуйста. Нет, вам нужно зайти на наш YouTube. Я вам скажу, где эти книги. Давайте. Я уже на YouTube. Я с компьютера. Во свете Библии... Как у вас канал называется? Во свете... Свет. Во свете Библии. Во свете... Библии. Я уже нашел. Игнатий Лапкин. Добавьте обязательно. Это я. Канал во свете Библии, да. 36 тысяч подписчиков. И 34 миллиона просмотров. Во свете Библии. Я вас раз. А вот если вы... Если вы зарядите через Google, не уйдете с YouTube. Я тебе же слава. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, сайт. Слово сайт. Православный библейский сайт. И вы там найдетесь... Уважаемый, уважаемый, я сам программист. Я разбираюсь в интернете. Очень хорошо. Сейчас я в поисковике... Наш сайт так же называется. Вы там море найдете. Там все книги. Там 4 последних у меня тома. По 800 страниц стихи. Ой, сколько у вас уже много поисковых запросов было по вашему сайту. Ну, я с 2 часов ночи начинаю работать. Подавайте вот кистин1народ.ру ваш сайт, потому что здесь во свете Библии несколько сайтов. Да, Игнатий Лапкин поставьте, я же просил. Вы сразу... Игнатий Лапкин, да. Все остальные отсеются. Еще рядом ставится слово открытым оком. Открытым оком, открытым глазом. Все, вы только на нас. А против, даже под этими роликами ставят неприятели. Против меня где-то 200 что-ли, что-ли, роликов уже стоит. Дизлайки вы имеете? Именно ролики? Нет, ролики. Ролики полноценные. Там и священники, и еретики, все против. Только мне пришлось заблокировать за последние 8 месяцев 9 тысяч человек. Материация всякая. Почему? Потому что мы не спим. Мы с книгами проехали миссионерский путь. В Барнауле живем. До Владивостока. А потом до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавии. Подарили в 650 городов по полному комплекту. Один комплект 750 евро. Нас есть за что похулить? Есть. Потому что мы за то, что в церкви деньги не имели никакой роли. У нас вот мы две общины зарегистрировали. У нас все бесплатно делается. И свечи ставятся. Десятина. Все покрывает. На вот такой интерес. Можно по... Вот вы помогаете бездомным людям. Да. И бездомным. Помогают. Помогают. Интересно. Тут приехали в дом дворец спорта. И откупили адвентисты седьмого дня. Ну и мы ходили там засвидетельствовать. И в это время один такой окладистой бородой подошел и говорит вы меня наверное уже забыли. Я говорю а кто вы? Я бомж. А я недалеко от вокзала. Я открыл квартиру и все кто хотели приходили ночевали ели и уходили. А он теперь я говорю теперь встал на ноги говорит я все время вспоминаю как мы приходили у вас и все это готовилось ну глупый был. Нет на самом деле приятно слышать такое что правда есть какая-то помощь Ну это бог делает дорогой мой. Вот смотрите я понимаю что нет понимаете многие есть пустословы которые просто говорят. Нет. Они не просто говорят а есть те люди которые делают такие вещи молча. Знаете есть такая пословица молчание золота. Ну вот золото набрали ничего нигде нету они молчат и не проповедуют и все заглохло. Я вашему каналу я вашему каналу на ютубе дам рекламу у меня свой канал у меня почти что 6,5 миллионов подписчиков я правда я правда стримлю игры я сегодня буду новый видос выкладывать а мой канал я вам напишу я хотел сказать что мы строим с нуля православную деревню деревню кроме того я начальник образованом лагеря детского 45 лет без помощи государства тысячи детей подняли тут есть о чем говорить так я ваш ваш канал на ютубе размещу себя в рекламе это все бесплатно ну да а вот если на сайте на нашем вы там увидите государственные фильмы на таких вот бобинах когда еще делали те годы два фильма я уже я уже сайт открыл ваш и там фильмы звук и видео найдите звук и видео и один фильм занял первое место на международном кино конкурсе а второе в моей биографии первое место в России это не на дороге валяется я такие вещи буду нет я правда я посмотрю посмотри у нас у меня просто у меня помимо того что я общаюсь с вами я еще работаю в интернете у меня вот здесь один монитор здесь второй монитор а здесь третий монитор но такого у меня еще не было собеседника я работаю в интернете ну видите в чем дело у вас масштабно там много аппаратур а у меня же ничего нету за 35 лет трудового стажа у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки я еще не знаю сколько у меня будет пенсии я пока я до нее еще не дорос у меня 29 дай бог чтобы заработать на хорошую пенсию я сейчас не думаю о пенсии мне сейчас самое главное поднять детей на ноги и чтобы у них все было в жизни хорошо вот это для меня сейчас самые главные такие ценности а вы думаете мне сколько лет ну вам под лет 60 55 60 правильно 80 80 так у меня за плечами за слово боже 5 тюрем лагерь 26 лет мучений психиатрии всего меня в морозилках что только не делали со мной а я еще ни одной таблетки не съел господь что делает чудо у меня лагеря старые я наши застал я тоже бывалец я в 87 освободился так нет я последний раз в 2010 а в 2014 нет нет а мы политзаключенных было 210 человек указ президента вы за пропаганду вы за пропаганду да 190 прим потому что молиться где определенное место не собирались на домах это все преследовалось а кроме того мы не молчали свидетельствовали евангелие перепечатывали печатали давали а это а у меня еще стихотворения были я там Ленина задел стоит свой рот ащерев по мету птиц подставил голый череп вождь атеистов сонмища иуд как они меня они меня захватили у меня стихотворений по 9 куплетов 3467 4 тома по 800 страниц это вы все там найдете вы его скажу вам по честному вы наверное просто родились чуть-чуть не в то время как раз то нет вы родились в то время когда это все было под геноцидом так это и хорошо потому что нет это с одной стороны а зато представьте будучи в это время что с вашими уже познаниями с вашим мозгом да с вашим разумом что вы могли бы уже бы сейчас бы людям принести понятно что все эти вот аспекты жизненные их надо потихонечку внедрять как бы человек это такое как не существо а вот организм такой он к новому он же боится нового а когда это все вот со временем внедряется в нас то бишь вот с ваших годов да вот ваше поколение в нас внедряло сейчас будущее поколение кто уже допустим скажем так как правильно на русском языке апостол я не очень с русским ну про что хотите чтобы я понял о чем вот у вас есть подвижники как вот по русски вот кто следует за вами ну единоверцы соратники да они следуют за вами конечно они вот будут продолжение ваше не нести то есть почему я и говорю что это хорошо что это все с одной стороны внедряется в массы постепенно не разом навалило а постепенно вот вы хорошо в конце вначале сказали говорят только пустословят ничего нет вот когда мы беседуем и все говорят вот Нургалеев министр внутренних дел сказал в стране до трех миллионов беспризорных ну узнали дальше что нету я говорю вот образует лагерь тысячи детей отдыхает ну почему ничего не делаете теперь у меня один свой вот видите опять же у меня один свой ребенок а другого мы год тому назад усыновили ну вот видишь как теперь преступников много я вам так скажу я 30 процентов со своей рекламы которую мне размещают на ютубе я деньги на благотворительность отпускаю все причем которые вот 30 процентов я отделяю я все на благотворительность а вы слышали такого блогера один журналист шахматов Алексей да я очень много блогеров знаю так вот смотрите он специально прилетел в Барнаул 3400 километров чтобы взять у меня интервью и обратно улетел и выставил ролик специально я ему говорю Алексей Викторович у вас было такое такую дали и с одной целью одного человека интервью не было больше из Барнаула да из Барнаула он в Барнаул прилетел мы везде побыли я с Дальнего Востока да я с Владивостока так вот в каком городе вы можете в библиотеке мои книги увидеть мы из 700 я с города Владивосток о я не знаю там я вам я вам сразу скажу чтобы у нас потом не было никаких разногласий я православие применять принимать не буду я поддерживаю все эти ну у нас есть чуть-чуть разные как бы вещи что мы не можем сопоставить с православной церкви ну я чту Бога я чту веры я если честно я уважаю все веры но почему-то ислам я не люблю они и так нас очень много лет истребляли я знаю свою историю очень хорошо вы знаете если зайдете на наш форум форум под этими именами у меня там такой заголовок одной статьи кто такие иудеи и что с ними и теперь я показываю мусульманам с ними беседую я говорю скажите вас по площади больше Израиля в 500 раз только ткнуть и они в мёрз свалятся вам ничего не сделать почему это Божий избранный народ вот я всем проповедей когда говорю вы хотите быть благословенными да есть начальное благословение и конечное первое благословение никогда не поноси народ Божий Израиля благословляющий будет благословлён проклинающий проклят какой ты двери не был и последнее плати десятину Малахия пишет а между ними шти отца и мать и то другое и одна какая-то там еврейка чудо конечно Божий еврейский народ но и чудо этот старик говорит что о народе нашем так говорит я говорю я знаю эти людей не понаслышке вот в чем дело-то они мне помогали издавать книги жертвовали деньги мы же не плохие ну у меня знаете привезли ко мне одного еврея он так он-то теперь-то его не пустили в Израиль из-за детей не пустили в Израиль почему пустили либо не пустили не пустили а у него там родители живут он Наум Израилевич чистопородный еврей а из-за того что у него там дети где-то как-то что-то он говорит меня там подержали сколько назад повернули я у него был в Тбилиси проповедовал в храме и сейчас Шахматов Шахматов Алексей ему где-то я сейчас не знаю сколько ну наверное 20 тысяч заявок сделали чтобы Крестников накупил в Иерусалим и поехал туда он говорит я не верю ему надо чтобы число больше было где-то а я-то с ним разговаривал о вере о вере я уже 20.04.2019 года да? он был да Шахматов ну да я уже я уже видео сейчас буду закидывать на свой канал вот вы увидите как мы беседуем в студии я я выставил как есть я не умею составлять а он там как мы были в парке и как он квадрокопер там позвал чтобы когда молились он поднимал кверху и наши молитвы кверху пойдут говорит и фотографировалась оттуда с высоты молодец как у а да он очень себя так грамотно составил вот на вот этом извините пожалуйста вот на вот этом канале я вам написал в чате мормок я ну я стример я и игры стримлю ну не прям вживую я создаю ролики ну у меня очень много подписчиков очень-очень-очень и сегодня вечером по дальневосточному времени я имею ввиду в часов 9 до 9 я выложу видео и добавлю к нему в описании ваше видео и попрошу ребят чтобы подписались на ваш канал на ютубе а вас как звать это меня зовут давайте евгений так будет евгений ладно ну это знаете это благородно переводится я буду молиться о том чтобы господь вас благословил и сохранил так ну вот если дальше придется вам когда-то вздумайте меня найти вы сразу найдете в скайпе Игнатий Лапкин я один с этой фамилией именем так на данный момент секундочку на данный момент у меня подписчиков 9 миллионов 100 тысяч невероятно да конечно вы можете зайти на мой канал добавить меня если хотите да видите все у меня канал нету никакой там порнографии есть конечно что я видео матерюсь ну это надо это реклама вы же должны понимать нехорошо но приходится с чем-то надо жертвовать ну вот Левиафан фильм-то Звягинцева Андрея там прям матерится это главный герой вот я вам написал вот прям то на русском я вам написал это вот полное название моего канала на английском языке оно так и называется добавьтесь нормально ну я посмотрю сейчас так если какие-то вопросы будут вы меня найдете я вас найду да я 56 лет иду этим путем открыто в 23 года я обратился с детства верил а теперь сознательно с Евангелием и вот такой у меня путь был я не сидел в углу Господь меня переливал с сосуда в сосуд красиво сказали ну а как Иосиф убил знаете Иосиф сын Якова его сначала братья продали это фильм есть такой Иосиф а потом там обвинили что он на жену Патифара постигнул а потом в тюрьме его там а потом вдруг премьер-министром страны стал и спас свой народ к нему приехали когда не было хлеба блин я не думал что в этом затухшем месте могут быть хорошие люди а вы летом где бываете я летом в основном в Таиланде отдыхаю ой ой либо на родину уезжаю понятно а мы вот я Шахматова пригласил к себе в деревню где мы деревню строим православную это маленькая еще но у нас там полная тишина никто косо не взглянет мы сами пруды но она у вас не деревня староверов я так понимаю нет мы православные прямо новообрядцы но мы старообрядческих корней поэтому нам это все дорого ценности у каждого человека есть свои ценности я склонен к тому и нарушать вот допустим ценности они равны к принципам и нарушать свои принципы либо ценности я тоже не с вами а вы сами в скайпе выходите на беседы с людьми да конечно учаюсь так а вы можете по скайпу выйти на меня и побеседуем сейчас у меня скайп откроется секундочку хорошо давай у меня просто очень много всего ну это мой рабочий компьютер понятно у меня как бы эта комната специально отведена под мои дела видео вы знаете я буду назвать вас и ведение вы потом когда будет возможность выйдите на шахматово Алексея и скажи я слышал вы ну на себя назовете я был там то там то и я слышал что вы с Лапкиным встречались и как он никогда того не слышал здесь он буквально никогда ему главное мне говорит набрать количество подписчиков и другое а Лапкину все равно почему потому что она не скажите мне пожалуйста как вы написаны в скайпе на каком языке на русском языке в скайпе Игнатий Лапкин два слова это я как у вас первое Лапкин Лапкин Лапка слово Лапа уменьшите Лапкин Лапкин Игнатий все в скайпе вы меня сразу найдете вы сейчас поговорим вы можете сразу на меня и выйти это большая помощь будет и мне зададите вопросы какие-то я отвечаю на вопросы я в пяти университетах вел занятия три радиопрограммы у меня очень большой опыт с мусульманами с сиудеями с русскими в лагере у нас не было у меня там и евреи и цыгане никого не было мы никакого различия не делали а уезжали все православные нашли? вот сейчас я только я сейчас выключу и вы сразу можете секундочку подождите он пока ищет я не могу найти секундочку я вам скажу когда добавлю хорошо? давайте я буду ждать нет не находит он а как же не находит Игнатий Лапкин я один на весь интернет с этой фамилией именем Игнатий Лапкин Барнаул может быть еще надо подставить нет он просто вообще никого не находит ну может быть завис когда я нет у меня интернет соединение почти что в 600 мегабайтах секунду вот ищет пока подождите когда я книги написал книги я за компьютером за 9 лет провел больше 30 тысяч часов версткой занимался в фотошопе работал а сейчас показывают а я вот а я вот до сих пор фотошопе не умею и мне вот которые ищут еще и у меня жена она фотограф умеет пользоваться фотошопом вот мне видео надо выставить мне надо какую-нибудь картину это она мне сделала у меня перед каждым роликом теперь заставка такая ну это вот у меня жена сделала блин солнце молодец что ж ты так долго ищешь у нас ютуб очень богатый но тут специфика другая допустим я насчитал Иоанна Златоуса ну сколько там может быть это же не мимо витрины пройти и рукой помахать это люди которые жизнь меняют вот мои книги попали в заключение и человек вышел другой я три раза прочитал они в пророческом духе написаны я отмечаю на 3000 4124 вопроса студентам политика экономика социология религия мусульманство иудаизм соробрящество работа смерть то есть на сайте 55 папок выстроены и там только вопросы папку тву вопроса вопрос кнул ответ притом это не просто ответ я вам скажу Евгением это просто в интернете не найдете допустим я студентам говорю я отвечаю по 4 параметрам что говорит Библия что говорят святые отцы это 300 томов что говорят каноны это 719 правил что житья святых 1173 биографии конкретно а потом говорю буду отвечать еще добавляю что сказали 300 поэтов России за 300 лет по этой тематике по этой тематике